Добрый день! С вами Ирина Багнёк и канал Исадьба Багир. Сегодня мы продолжаем формировку вот этой красулы. Вот, посмотрите, она прекрасно обросла с предыдущей обрезки. Посмотрите, прошлое видео, там совсем-совсем было мало листиков. Всё вот это выросло. По-моему, была в августе обрезка, а сейчас у нас март. То есть вот за полгода, при том, что зимовала в прохладе, и там почти не росла. То есть вот за осень и немножечко-немножечко зимой, буквально какие-то, может, два-три-четыре листика. Ну, в смысле, вот так парами выросли. Так, мы будем делать и опять довольно сильную обрезку, потому что она очень высокая. Со временем я её хочу пересадить, как многие мои растения, в плошку, потому что мне так больше нравится. Вот, может быть, в горшке у вас, если то же самое делаете. Но мне как-то больше нравятся. Они в плошках, они такие красивые сразу становятся. И я не хочу её очень высокую. Поэтому мы постепенной обрезкой, тем более у нас там были с корнями не очень всё хорошо, когда пересаживали. Там корней было очень мало. Мы не можем сделать кардинальную, не оставив зелени. Мы постепенно сокращаем, оставляя немножко зелени на ветвях и пробуждаем вот всё ниже и ниже. То есть вот, вот это вот. Это всё пробудилось у нас вот тут вот. Вот это и так далее. Это всё пробудилось у нас после предыдущей обрезки. Так что сейчас опять будет довольно сильное, то есть именно снижение высоты. Ну и немножечко, немножечко её, так сказать, внешний вид. Значит, что мы делаем? Вот эта веточка, возможно, будет веточкой. Сейчас я её только срежу, им всё покажу. Вы всё увидите. Убираем вот так, потому что у нас вот тут есть веточка. Мне, в принципе, хотелось бы, чтобы она была. Возможно, она будет ветвью. Поэтому вот таким образом мы тут сокращаем, чтобы они ветвились. Тут будет чуть выше ветвиться или, может, уйдёт это совсем. Это будет ветвиться, так что остаётся. Так, я не взяла секатор. Ладно, придётся эти ножницы взять. Значит, у нас вот здесь пробудились. Вот тут, тут. Вот это вот всё очень много. И я её срежу, так, наверное, пока вот так. Сейчас срежу, покажу вам. Так, вот было, вот так стало. Очень может быть, что будет срезано ещё ниже, потому что вот это у нас идёт не совсем обратно в крону. Ну, вот так вот сгибаясь. Посмотрим. Вот эти все остаются. Потом, когда всё обрежем, возможно, мы тут по одному-два листья, по одной паре, по две пары, может быть, сократим. Идём дальше. Дальше ищем тоже, где мы можем убрать очень-очень-очень сильные. Будем ориентироваться примерно на эту высоту. Хотелось бы убирать вот не понемножку, да, а так большенькими такими, потому что такие большие можно укоренить. Видите, у нас, по сути, вот хорошее деревце получается. Поэтому по возможности будем именно так и делать. Так. Не потому что мне нужны черенки. У меня их и так полно. Но нам нужно прям сильно-сильно сократить высоту. Но не всегда. Если мы вот так обрежем, может оказаться, что тут возьмёт и отсохнет ветвь. Это будет жалко. Сейчас, секунду. Вот с этой что сделать? С этой получится вот так. Так. Сейчас покажу. Так было. Какие-то тут немножечко пострадавшие после зимы. Но где не получается, придётся, придётся, придётся хотя бы вот так срезать. Постепенно. То есть убираем, оставляем что-то, пробуждаем вот тут. Тут у нас есть вот почечка. Может быть, ещё будет ветвь. Так. Здесь. Вот так. Это пока оставим. Дальше. Так. Тут вверх практически не задумываемся. Потому что нам в любом случае нужно вот здесь пробуждение. Поэтому здесь просто режем, чтобы убрать какие-то сильные части. И потом... Вот тут вот у нас... Вот здесь пытается пробудиться почечка. Но опять же, если мы сейчас так обрежем, мало ли что случится. Может быть не очень хорошо. И потом мы потеряем веточку. Лучше не рисковать. Особенно зная, какие были корни. А какие они сейчас точно неизвестно. Поэтому лучше не рисковать. Вот эту можно убрать. Сейчас покажу, где срезаю. Полностью. Потому что она в любом случае идёт у нас внутрь. Вот так. Пересекала в ту сторону. Так. Я думаю, что вот этой тоже самое. Вот так. Ну, по сути... По сути всё. Так как нам надо сильно высоту сократить, то вот эту мы тоже можем так убрать. Потому что нам бы хорошо вот здесь какую-то веточку сюда. Это будет хорошо. Не подлезть. Вот так. Всё. А теперь аккуратненько... Аккуратненько. Вот все эти точечки роста нам надо сократить. На верхних частях не задумываемся. Главное, что нам их просто сократить. Но оставить зелень. Потому что, опять же, всё это уйдёт в следующую обрезку. Мы оставляем где-то два листика, где-то три, если вот так один был, а ещё два. Так вот. Если предыдущие два совсем-совсем малюсенькие, то вот эти два оставляем, остальное выкручиваем. Так, и тут тоже выкручиваем. То есть, если нам последние надо, мы их выкручиваем, чтобы не сломать. Какие-то остальные можно прищипнуть, можно обрезать, кому как удобно. Так, 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 так. Вот так. Здесь то же самое. Вот эти у нас, возможно, уже будут кто-то ветвями. Поэтому, ну, вот здесь точно в стороны листья. Потому что вверх-вниз, вот так, как тут листья, точно нам не надо. Здесь пока просто сокращаем. Здесь. Здесь она какая-то очень странная. Очень-очень странная ветка. Из-за того, что наверху была большая, то тут, посмотрите, вон она вот как-то вот так. Вообще неустойчивая такая веточка. Никто ее не сломал. Просто она вот такая. Мы у нее ставим пару листиков пока просто для зеленой массы. Но вообще, скорее всего, она уйдет. А вот тут пытается пробудиться. И мы еще ниже чуть-чуть сократим. Вот эту часть еще уберем. Так, тут есть, тут есть. Ну, по сути, вот тут осталось. Вот таким образом тоже уберем. То есть, не прищипнутую мы оставляем только вот эту. Потому что она маленькая. Если мы уберем эти два, тут совсем малюсенькие листики. Все. Мне опять напишут, что было так красиво. И все. Будет красиво со временем. Будет. Просто мне такая высота. Если вам хочется такую высоту, можно. Но у меня она носится то в теплицу, то на улицу. Такая высокая парусность очень неудобна. Во-первых, носить. Во-вторых, на улице стоять ей тоже неудобно. Сейчас она кривая, косая получилась. Тут длиннее. Тут короче. Но я хочу ее прям по максимуму сократить высоту. Где-то вот так. В смысле толстых ветвей. Где-то так. И здесь будет уже крона. То есть, если она вот такая, вот такая будет. Уже с мелким-мелким ветвлением наверху. Такой высоты. Это будет хорошо. С таким стволом это будет замечательно. А когда у нас такой ствол и потом она вот такого размера. Это, ну, во-первых, ствол уже не настолько выглядит толстым. Во-вторых, вот эта высокая парусность. И не очень удобно ее куда-то ставить. В моем случае вот так. Но если вам хочется высокую, то можно. Главное, чтобы они были хорошие, устойчивые. А не вот это вот свисало. Потому что вот это еще не устойчиво. Не очень хорошая веточка. Вот с таким вот изгибом так поворачиваясь. Вот когда они хорошо, вот как тут были расположены. Вот такая тоже. Вот она как бы хорошая. Да? Вот относительно ствола. Но если мы тут нарастим очень сильную, то она может и на излом пойти. А вот тут хорошие так. Так что приходится смотреть, все делать. Вот. Срезы эти можно чуть-чуть сделать покороче, чтобы они быстрее отсохли. Вот. Где-то несколько, 2-3 миллиметра. Этого достаточно. Они быстро высохнут и опадут. Длинные срезы будут долго опадать. Все. Так что все. На данный момент с ней все отправляется обратно в теплицу. И будет обрастать дальше. Сейчас как раз солнышко появляется. Будет ей хорошо. Обрастет. И потом, возможно, в следующую обрезку, в следующем видео обрежем. И пересадим ее уже во что-то симпатичное. Заодно посмотрим, что у нас там с корнями. И это очень важно для понимания, что мы можем с ней дальше делать. Насколько какие-то рискованные вещи можем делать или не можем. Что можем от нее ожидать. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! 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 Продолжение следует...